Всем привет! Сегодня мы рассмотрим новейшую технику адаптивной верстки сайтов с использованием CSS Grid. Итак, для того, чтобы нам определить CSS Grid, нам необходимо прописать следующее свойство. Display Grid. Здесь я уже подготовил небольшое оформление для блоков. По сути, это просто блоки, которые идут друг за другом и к которым мы будем применять CSS Grid. Сейчас мы не заметили никакой разницы после того, как прописали Display Grid. Для того, чтобы нам определить колонки и ряды, нам необходимо прописать одно из главнейших свойств CSS Grid. Это Grid Template Columns. И здесь мы уже можем определить количество колонок и их ширину. Давайте, например, сделаем три колонки, каждая из которых будет шириной 300 пикселов. 300 пикселов. Первая колонка. 300 пикселов. Вторая колонка. Видим, уже две у нас появились. И 300 пикселов. Это у нас будет третья колонка. Как видим, у нас появился горизонтальный скролл, но ничего страшного. Как сделать адаптивные интерфейсы, мы рассмотрим немножко позже. Что мы видим? Мы видим, что наши айтемы выстроились друг за другом. То есть, в такой последовательности. Верхний ряд. Айтем 1, 2, 3. Второй ряд 4. И так далее. Что мы сделали? Мы задали три колонки с помощью свойства Grid Template Columns. Если мы зададим, допустим, две, то будет две колонки. Я думаю, это понятно. Кроме определения колонок, мы также можем определить и ряды. Давайте я сделаю их маленько поменьше. Чтобы они у нас умещались в экран. Теперь давайте зададим свойства рядов. Для этого есть отдельное свойство, которое называется Grid Templates Rows. Здесь мы также можем определить ряды. То есть, свойства рядов. Допустим, пусть будет у нас это 200 пикселов. Это высота первого ряда. Дальше мы можем задать также высоту второго ряда. Точно так же. 200 пикселов. И теперь видим, у нас два первых ряда имеют высоту 200 пикселов. И оставшиеся ряды у нас имеют дефолтную высоту. То есть, фактически, нулевую высоту. Здесь есть пэддинги, но, по сути, у них нулевая высота, которую мы не задали. Для того, чтобы задать дефолтное значение высоты рядов, есть специальное свойство Grid Auto Rows. Давайте зададим 150 пикселов. Давайте чуть-чуть поменьше 100, чтобы они у нас не заходили за экран. И теперь мы видим, что по умолчанию у нас высота строк 100 пикселов. Если мы уберем два предыдущих параметра, то у всех... Нет, два предыдущих убирать не надо. Если мы уберем предыдущий параметр Grid Template Rows, который у нас задал первым двум рядам 200 пикселов в высоту, если мы уберем этот параметр, то все абсолютно ряды у нас примут значение Grid Auto Rows 100 пикселов. Кроме того, есть такое очень полезное свойство Grid Column Gap. Давайте сделаем 20 пикселов. Теперь мы видим, что между колонками у нас образовалось пространство в 20 пикселов. Это расстояние между колонками. Gatter так называемый. И, соответственно, у нас есть свойство Grid Row Gap, которое задает у нас расстояние между линиями, то есть между рядами. Также сделаем 20 пикселов. Вот таким образом между айтемами, между элементами можно делать расстояние. Не маргинами, не паддингами, как это было раньше, а именно с помощью специальных свойств. Но данное свойство можно объединить в одно Grid Gap. И у нас автоматически и сверху, и снизу, то есть и между колонками, и между рядами, автоматически будет образовываться расстояние в 20 пикселов. Давайте, прежде чем продолжим, сделаем все-таки еще маленько поменьше, чтобы у нас умещались на экране все наши айтемы. Давайте сделаем ширину 220, высоту сделаем, например, 180. Даже можно маленько поменьше, 150. И по дефолту у нас пусть будет 100. Теперь давайте рассмотрим замечательнейшую возможность, которую нам предоставляет CSS Grid. Это специальная единица измерения FR, или, как ее можно перевести на русский язык, фракция, то есть часть. Как мы видим, наша конструкция является неадаптивной. То есть у нас появляется горизонтальный скролл, и адаптивной данную верстку назвать, конечно же, нельзя. Для этого можно ввести единицу измерения FR. Давайте изменим наш темплейт колонок следующим образом. Уберем фиксированные значения и напишем 1 FR, 1 FR и 1 FR. Что мы видим? Теперь у нас есть три колонки. Раз, два, три. Каждая из которых занимает одну фракцию, или одно свое место. Теперь колонки у нас резиновые. Если мы, я думаю, вы уже догадались, напишем еще один FR, то у нас уже будет четыре колонки. Потому что Grid Template Columns именно занимается тем свойством, чтобы распределять количество колонок. Я думаю, понятно здесь. Давайте оставим три, вернем. Если мы изменим первую колонку, вот эта, которая идет, поставим значение 2 FR, мы дадим ей два из четырех. То есть, ширина этой колонки будет равна сумме вот этих ширин. Я думаю, понятно. Если три, то, соответственно, у нас увеличивается количество фракций до пяти. И данная колоночка будет занимать пять фракций. То есть, три фракции из пяти возможных. Я думаю, здесь понятно. То есть, таким образом можно делать ширину колонок и ширину сетки. Это все, конечно, замечательно. Но если у нас сайт, допустим, у которого должна быть фиксированная ширина, допустим, правой колонки. Мы можем вместо последней фракции поставить 250 пикселов. Какого бы размера у нас не была ширина сайта, у нас автоматически будут изменяться ширины первой и второй колонки. Третья же колонка у нас будет иметь фиксированное значение в 250 пикселов. И, соответственно, изменяться они будут пропорционально. Это одно из замечательных свойств CSS Grid. Теперь давайте вернем каждый из трех колонок в свою фракцию и уменьшим количество айтемов до девяти. Вот таким образом. Следующее интересное свойство CSS Grid это повторение. Повторение свойств для определенных колонок. Что-то очень похожее на repeat в бэкграунде. Допустим, вы ставите бэкграунд какую-то картинку и, чтобы она у вас распространялась горизонтально или вертикально, вы прописываете соответствующие свойства. Для этого есть специальная функция repeat. Данную функцию можно написать с помощью повторения. То есть не функцию, а три колонки у нас было. Можно их написать следующим образом. Три колонки по одной фракции. И мы получим в результате то же самое. То есть три колонки по одной фракции. Если четыре... Так, стоп. Если четыре колоночки, то у нас, соответственно, будут репетиться четыре колонки, каждая из которых будет занимать одну фракцию. Я думаю, это понятно. Давайте вернем три и продолжим. Кроме того, мы можем чередовать repeat. Давайте сделаем следующим образом. Сделаем две колонки по одной фракции. И будем чередовать одну фракцию с двумя фракциями. Давайте сделаем и посмотрим, что у нас получилось. Смотрите, у нас два элемента. То есть первый айтем, второй айтем, первый айтем, третий айтем, четвертый айтем. Вот это, айтем один, айтем два. Это и есть вот эта двоечка. В которой чередуются айтем один и айтем два, который занимает одну фракцию, первый айтем. А второй айтем занимает две фракции. Весьма интересное явление, не правда ли? Если вы начинаете запутываться, обратите внимание на то, над каким свойством мы работаем. grid-template-columns, то есть мы работаем над колонками, а не над рядами пока что. Это очень важно. В дальнейшем мы к этому еще вернемся. Однако, несмотря на это, мы можем вводить и другие значения в repeat. То есть, несмотря на то, что у нас уже есть repeat, мы можем определить ширину первой колонки. Давайте сделаем ее 100 пикселов. И что мы видим? Первая колонка у нас имеет ширину 100 пикселов. А затем уже началось чередование. Айтем два, айтем три, айтем четыре, айтем пять. Где 100 пикселов это первая колонка, а repeat двух элементов, первый из которых имеет одну фракцию, а второй занимает две фракции, он уже пошел у нас дальше. Таким образом, мы можем делать комплексные сетки и фактически наши возможности не ограничены. Но это еще не все, что есть в CSS Grid такого замечательного. Давайте вернем каждой колонке по одной фракции, каждой из трех колонок и продолжим. Теперь мы потихоньку начинаем подбираться к отзывчивому дизайну. Что можно сделать с помощью... То есть, как с помощью CSS Grid можно сделать отзывчивый дизайн. Для этого есть функция MinMax, которая позволяет определять минимальную ширину или высоту нашей ячейки и максимальную, после которой уже там можно делать какие-то действия определенные. Ну, что касается responsive, когда будут складываться друг под друга наши элементы, мы чуть попозже рассмотрим. Сейчас мы рассмотрим, что такое конкретно MinMax и для чего это надо. Если мы посмотрим на наши элементы, они у нас резиновые. То есть, растягиваются вполне себе неплохо. Однако, если мы изменим значение первой колонки с одной фракции на функцию MinMax, функция MinMax довольно-таки простая. Через запятую пишутся два параметра. Первый из которых это минимальная, в данном случае, так как мы для колонки делаем, то есть Grid Template, Template Columns, минимальная ширина. Давайте зададим 150 пикселов. И через запятую зададим 250 пикселов. Отлично. Что теперь мы видим? Теперь мы видим, что когда уменьшаем наши айтемы, айтемы второй и третьей колонки у нас резинятся. Айтемы первой колонки у нас не резинятся. Они занимают сейчас максимальную ширину 250 пикселов. Но как только их прижмет, так сказать, они начнут ужиматься. И ужиматься они заканчивают на значении минимальном, 150 пикселов. Вот это уже интересно для responsive верстки. То есть, повторю, для тех, кто не понял. MinMax 150250 это обозначение первой колонки. А одна фракция, вторая колонка и одна фракция, третья колонка. Теперь, я думаю, понятно будет. Теперь давайте поработаем не над линиями, не над рядами, а непосредственно над высотой, то есть не над колонками, а над высотой наших айтемов. Для этого есть специальное свойство Grid Auto Rows. Здесь мы также можем задать минимальное значение. MinMax, то есть минимальное и максимальное. Начинаться будет от 100 пикселов и заканчиваться будет значением Auto. Что это значит? Это значит, друзья, что минимальная высота Rows, когда вы будете путаться первое время, columns и rows. columns – это у нас колонки, rows – это у нас ряды. Здесь мы определяем высоту наших рядов. И минимальное значение 100 – высота авто. Что значит высота авто? Это значит, что если мы добавим какой-то большой текст в наш первый диф, например, lorem.ru, то мы увидим, что у нас в данном рядке автоматически у нас будут колонки увеличиваться в размере в соответствии с первой колонкой. Однако другие же колонки у нас будут иметь минимальную высоту, то есть 100 пикселов. Давайте вернем назад и продолжим. Я думаю, здесь понятно. Теперь можно разобраться с такой простой вещью, как порядок элементов. Смотрите, сейчас у нас порядок идет следующим образом. Item 1, item 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. Но что же делать, если нам необходимо разместить порядок айтемов не по горизонтали item 1, 2, 3, 4, 5, 6, а по вертикали, то есть item 1, item 2, item 3, 4 и так далее. Что делать в таком случае? Для этого нам необходимо задать свойство GridAutoFlow. GridAutoFlow и задать ему значение Column. Теперь у нас все они выстроились в один рядок. Но в этом нет ничего страшного. Все дело в том, что у нас отсутствует свойство GridTemplateRows. То есть смотрите, у нас есть GridTemplateColumns, который мы задали, но отсутствует GridTemplateRows. Мы задаем, ну давайте зададим фиксированными значениями. Пусть они будут высотой у нас 200 пикселов. 200 пикселов. Видите, задали 2, у нас появилось уже 2 ряда. И зададим еще третий ряд, 200 пикселов. Что мы видим? Мы задали явно темплейт для рядов для наших. И соответственно у нас GridAutoFlowColumn идет. То есть, соответственно, теперь у нас поменялся порядок. Сейчас чуть-чуть поменьше сделаю их, чтобы у нас все было в поле зрения. 160, например. Теперь идет такой порядок item1, item2, item3. Теперь, если у свойства GridAutoFlow мы зададим row, то мы увидим, как у нас порядок обратно изменился. То есть, item1, item2, item3, item4. Вернем на column. И теперь у нас идет порядок item1, item2, item3 и так далее. Давайте вернем назад наши значения. То есть, уберем то, что мы тут наделали. И здесь мы зададим простым репитом. То есть, колонки зададим репитом. Соответственно, мы сделаем три колонки по одной фракции. То есть, так же, как у нас и было. Что следующее я хочу вам показать? Есть такие замечательные свойства, как AutoFill и AutoFeed. Вот это уже более углубленный responsive. То есть, если мы видим, что мы при уменьшении колонок, они у нас не перескакивают на следующую строчку, как, например, в Bootstrap сетке, то с помощью AutoFill и AutoFeed мы сможем сделать так, чтобы у нас сетка была responsive. Для этого нам достаточно использовать тот же репит и немножко его изменить. Вместо троечки мы напишем AutoFill. AutoFill и зададим ширину нашего блока. Пусть это будет 200 пикселов. Теперь смотрите. Наши колоночки складываются, когда достигают своего предела. Так же можно комбинировать второе значение фиксированной ширины. Можно использовать функцию, которую мы уже знаем, MinMax. Пусть MinMax будет у нас 150 пикселов минимум и 300 пикселов максимум. Да, сейчас у нас только на мобильных устройствах мы заметим, что происходит. Поэтому немножечко изменим наш код и вместо 300 пикселов мы введем одну фракцию. Так, одну фракцию. Теперь у нас, когда минимальное значение достигает 150, у нас начинают перескакивать наши колонки. Отлично, не правда ли? Теперь наша сетка становится более отзывчивой и адаптивной. Но кроме свойства AutoFill, есть еще свойства AutoFit. Давайте посмотрим, в чем же между ними разница. Ну, давайте сделаем наши айтемы совсем уж маленькими. Примерно 30 пикселов. 30 будет мало. Давайте попробуем сделать 50 или 60. И посмотрим, что происходит. Видим, что когда минимум достигается 60, они у нас как бы перескакивают на следующий уровень. Вот это и есть фишка AutoFill. То есть, у нас остается пространство для эфемерных элементов, которых у нас нет, но которые могли бы здесь быть. Вот в этом и есть разница AutoFill от AutoFit. Давайте поставим AutoFit и посмотрим, что изменится. Теперь, смотрите, они у нас не перескакивают. Когда у нас максимальное? Ну, давайте уменьшим маленькое количество айтемов, чтобы было это лучше видно. Допустим, 5 сделаем. Они у нас начинают растягиваться на всю ширину каждый, максимально. Как только они у нас достигают минимального значения 60 пикселов, я думаю, сейчас можно это значение увеличить до 120, например, ну или до 100. Как только минимальное значение становится 100, они начинают у нас перескакивать на следующую строчку. Хотя 100 тоже мало. Вообще, по стандарту, у нас 320 пикселов, минимальный размер девайса. Давайте от реальных отталкиваться. И у нас уже получается такая респонсив сеточка, дорогие друзья. Завораживает, не правда ли? Я понимаю, что все, что я сейчас рассказал, пока что довольно трудно переварить, потому что инструмент совершенно новый. Ну, как он не новый, ему уже, наверное, год, но официально в браузерах без префиксов, без всего, он поддерживается с середины 2017 года. То есть, фактически, его ввели совсем недавно. И я посчитал нужным его осветить, так как это будущее адаптивного дизайна. Сейчас я работаю в CodePen. Вот это приложение, это онлайн-приложение, в котором вы можете сразу видеть какие-то изменения, делать какие-то сниппеты, называется CodePen. Все примеры, то есть, пример 1, пример 2, еще будут примеры, все эти примеры вы найдете на странице данного урока. Я там, я оставлю ссылку, то есть, в описании вы их там найдете. Давайте продолжим. Следующее, что необходимо знать о CSS Grid, это позиция элемента на линии. Давайте рассмотрим этот пример. Что значит позиция на линии? Вы можете изменять положение каждого айтема на линии, так как будет угодно вашей душе. Давайте для примера возьмем первый айтем. Grid Div. Что мы с ним сделаем, с первым айтемом? Это у нас будет первый. Что мы с ним сделаем? Мы можем задать ему начальную позицию с помощью Grid Column Start. Начальную позицию. Пусть начальная позиция у нас будет 1. Можно попробовать и 2. Тогда у нас item 1 съедет на вторую позицию, а item 4 съедет у нас на новую строчку. Но нам нужна первая позиция. Кроме того, мы можем задать Grid Column End. И здесь мы можем указать вторую, например, позицию или третью позицию. Ну, смотрите, если мы указываем вторую позицию, то элемент у нас остается на том же самом месте. Обратите внимание, что вот это первая позиция, вторая позиция. И если мы хотим, чтобы он оказался на третьей позиции, он у нас оказывается на третьей позиции, то есть в начале третьего элемента. Если мы хотим, чтобы у нас был во всю ширину item, мы можем указать Grid Column End 4, 5. Мы можем 5 указать. Ну, давайте я еще один элемент добавлю, чтобы у нас пустых пространств не было, и вы понимали, о чем речь. Смотрите, теперь у нас элемент растягивается на всю ширину. Но это можно сделать и по-другому. Grid Column End достаточно указать значение минус 1. И он у нас также окажется растянутый на всю ширину. Ну, допустим, это у нас какая-то шапка. Однако данную запись можно записать более кратко. Grid Column. Grid Column. И указать следующим образом. Стартовая позиция. И через слэш последняя позиция. Я думаю, такая запись более аккуратная, что ли. Давайте напишем 4 и видим, что у нас все работает. То есть это то же самое, что мы делали ранее. Вот таким образом. Теперь давайте поработаем над вторым элементом. То есть мы возьмем то же самое. И здесь что мы сделаем? Пусть у нас Grid Column будет 1 здесь. То есть позиция 1. Но что мы сделаем далее? Мы укажем количество Row. Сейчас я вам покажу. Grid Row. Пусть будет 2. Чуть позже я вам объясню, что я делаю. То есть сейчас я определяю позицию второго элемента. Grid Row 2. Это обязательно. Это колонка в ряду. Пока ничего не изменилось. Давайте поработаем над третьим элементом. AndShell 3. И укажем ему Grid Column. Начальная позиция. Пусть будет 2. И конечная позиция будет 4. То есть теперь этот айтем занимает у нас 2 блока фактически. 2 наших фракции так называемых. Начинается он на второй позиции. И заканчивается на четвертой позиции. Ну я думаю написано item 4. Это понятно. То есть 2 тот который был перед ним. Чтобы вам проще было запомнить. И 4 который после него. Это конечная позиция. Grid Row оставим также 2. Теперь поговорим о Grid Row. Все таки. Смотрите. AndShell у нас находится на первой линии. Но мы можем его поместить на вторую. Указав Grid Row. Grid Row указав 2. Теперь смотрите. У нас каша какая получилась. Теперь у нас на третьей линии находится первый элемент. Который должен быть у нас на первой линии. То есть мы можем просто-напросто все это поменять местами. То же самое можем сделать с третьим. AndShell. То есть указать ему первую позицию. Здесь Grid Row также указать 1. И мы видим что мы поменяли шапку местами с другими элементами. Не лазя абсолютно в HTML код. Вот в этом преимущество гридов. То есть вы все можете делать через CSS. Давайте вернем все на свои места. Пятый элемент нам здесь не нужен. Я думаю Мила Йович не обидится. А если обидится, то малыш Брюси ее обязательно успокоит. Давайте перейдем к третьему примеру. И рассмотрим выравнивание элементов. Если вы работали с флексбоксами, вам будет это все знакомое. Потому что у флексов выравнивание элементов происходит мало того, что таким же способом, еще и теми же самыми CSS свойствами. Можно управлять выравниванием сразу всех элементов. Для этого перейдем к классу Grid, который является контейнером для наших блоков. Я думаю вам знакомо свойство с флексбоксов. Боксов Justify Items. Напишем старт. Теперь что мы видим. Все блоки у нас не растягиваются. То есть они не стретчатся. Они у нас имеют стартовую позицию. Есть позиция End. Как вы уже догадались. Это у нас последняя позиция. И есть позиция Center. Теперь они у нас все блоки стали в центре. Ну и значение по умолчанию. Его можно не писать, но тем не менее это Stretch. Что касается вертикального выравнивания. Для этого есть такое замечательное свойство как Align Items. Также оно имеет по умолчанию значение Stretch. И имеет такие же значения Start. То есть они у нас занимают стартовую позицию End. Занимают нижнюю позицию Center. И по умолчанию Stretch. Это растянутую, так сказать, позицию. Давайте центрируем все элементы. Align Items. Center. И Justify Items. Также сделаем центр. Все. Теперь они у нас центрированы таким. Интересным способом. Если вам нужно какое-то вертикальное выравнивание где-то в блоке. Или еще что-то. Возьмите на заметку. Если вы будете ставить пользуясь CSS Grid. То данное свойство будет очень и очень полезно. Ну да ладно. Давайте вернем все назад. И поговорим о том, как управлять каждым элементом. Ну давайте, например, возьмем EndChild1. То есть это блок 1. Первый блок. И поуправляем им. Здесь есть также свойства Align Self. Допустим, Start. Так, здесь я допустил ошибку. Align Self. Start. End. И Center. Ну и как обычно, по умолчанию Stretch является дефолтным значением. Кроме того, есть свойства Justify Self. Также Start. End. Center. И по умолчанию также у нас идет Stretch. Теперь давайте рассмотрим интереснейшую возможность CSS Grid. Это управление областями. То есть CSS Grid можно делать области из двух ячеек, из двух колонок и так далее. Сейчас вы все поймете. Сейчас мы имеем заготовку довольно-таки простую, которая у нас при разрешении меньше 60-40 пикселов становится мобильной. То есть складывается все друг по дружку, как на мобильных устройствах. На обычных устройствах у нас идет шапка, заголовок, сайдбар и подвал. Сейчас пока что это расположено не очень красиво. Это все я сделал для примера, чтобы понять, что такое области и как с ними работать. Давайте зададим каждой области свое имя через свойства Grid Area. У нас есть шапка, артикл, сайт и футер. Мы можем, в принципе, взять те же самые названия. То есть у нас header. Мы задаем свойства Grid Area, давая понять, что это у нас часть области, которая имеет свое определенное название. Давайте назовем header. Ну, чтобы нам не путаться, так и будем называть. И то же самое сделаем с другими частями. Мы разбили на области, то есть задали имя каждому управляющему блоку, каждому важному блоку нашего сайта. Теперь переходим в Grid, где у нас происходит управление сеткой. Смотрите, Display Grid, Grid Gap, то есть расстояние между элементами. И теперь мы вводим новое свойство. Это Grid Template Areas. И здесь мы можем с новой строки прописывать области. Сейчас я вам все объясню, вы все поймете. Пусть у нас будет header друг под дружкой, да? Потом article. Как видим, здесь мы используем новую строчку. И в кавычках пишем, что мы хотим вывести. Aside, Sidebar. И последним делом мы хотим вывести подвал. Футер. И теперь, как видим, у нас все идет последовательно. Отлично. Теперь перейдем к медиазапросу, где у нас минимальная ширина 640 и, соответственно, больше. И здесь мы прописываем буквально то же самое. Grid Template Areas. И на новой строчке прописываем header, header, два раза header. Далее aside и article. Отлично. И на последней строчке, как вы уже догадались, мы напишем два раза footer. Что мы сделали? С помощью данной разметки Grid Template Areas мы смогли растянуть шапку на две колонки. То есть в первой колонке две фракции, в вторая колонка четыре фракции. Дальше мы смогли разместить aside в первой колонке. И во второй колонке, то есть где 4fr, мы смогли разместить article. И написав два раза footer, мы растянули footer на весь экран. Если мы делаем меньше 640 пикселов, то у нас адаптивное получается, собственно говоря, что-то похожее на веб-сайт. Дальше идем. Кроме того, здесь можно поставить точку. Вот Grid Template Areas поддерживает точку, простую точку. Ставим точку, и у нас подвал сокращается до первой колонки. Здесь у нас пустота, то есть точка символизирует пустоту. Или наоборот. Здесь поставим точку. Теперь подвал у нас занимает вторую колонку, вторую часть. Ну, мы оставим footer. То есть, я думаю, понятно, что такой разметкой, задавая каждому элементу Grid Area, то есть название области, мы можем этими названиями потом управлять макетом. Но давайте же пойдем дальше. Между прочим, можно не только по горизонтали объединять в один блок. Также это можно делать и по вертикали. Допустим, смотрите, у нас здесь aside, sidebar и article, наша статья, footer, footer. Если мы aside уже по вертикали сюда добавим, то sidebar, смотрите, отчуда, он у нас теперь занимает все это место, там, где раньше был подвал. То есть, действует Grid Template Areas не только по горизонтали, но и по вертикали. Давайте рассмотрим следующий несложный пример. Это вложенные гриды. Допустим, у нас есть item. Давайте посмотрим на разметку. И в нем вложено два diva. Нам необходимо их сделать гридами. У нас есть соответствующий селектор, subitems, div. Давайте сделаем display grid. Пока что ничего не изменилось. Ну и дальше мы также делаем разметку для колонок. Grid Template Columns. Одна фракция и еще одна фракция. Только я маленько не к тому элементу применил. Нам не к внутреннему нужно грид применять, а к внешнему. Соответственно, у нас subitems является контейнером. Не путайте, друзья. И всегда к контейнеру применяйте данные свойства. И можно сделать также расстояние между ними. Пусть это будет grid gap 10 пикселов. То есть расстояние между внутренними гридами. Я думаю, тут ничего сложного нету. Все понятно. У нас есть внутренние какие-то diva, которым мы также можем применить display grid. Ничего сложного в этом абсолютно нету. Ну и напоследок давайте вернемся к нашему второму примеру. Здесь у нас такая довольно интересная запись есть. Grid Template Columns и Grid Template Rows. Эту запись можно сократить и написать очень коротко. Grid Template. Первое значение мы берем из rows. Через прямой слэш мы пишем колонки. То есть сначала у нас идут ряды, потом идут у нас колонки. И можем удалить вот эту длинную запись. Запомните, друзья, можно писать через слэш, просто обращаясь к grid template. Что хотелось бы сказать напоследок. Инструмент действительно очень мощный. Я показал только базовые возможности его. На самом деле возможностей намного больше. Они расширяются. Но даже используя эти возможности, можно уже строить адаптивные, красивые интерфейсы. Конечно же придется иногда пользоваться и медиа запросами. Но, как видим, у нас появились AutoFill и AutoFit. Интересные такие свойства, с помощью которых мы сможем переносить, допустим, на следующую строчку какие-то блоки, не прибегая к медиа запросам. То есть будет намного упрощено все это. Поэтому, если кратко, инструмент очень мощный. Он сейчас поддерживается всеми браузерами. Поэтому к изучению обязательно. К использованию на продакшене, на реальных проектах я бы пока не рекомендовал. Потому что, как я часто говорю, каждый посетитель, у которого неправильно открылся ваш сайт, это потерянный покупатель. Поэтому пользуйтесь на продакшене пока проверенными средствами, которые зарекомендовали себя на протяжении уже многих лет. И покрывают большую площадь посетителей, у которых браузеры поддерживают эти технологии. А на сегодня все. Спасибо за внимание. И встретимся в следующих уроках. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!